Сегодня 17 декабря, у нас немножко сыпет снег, минус один, такая погодка, ничего себе не холодно. Я приехала в эпицентр, посмотреть в садовом центре горшочки, может быть какие-нибудь перед Новым годом подешевле. Ну, цветочки, может, какие-то, потому что почтой уже не заказываю, а хомячок мой не спит, не спит. Так что, ой, сколько ворон тут, там еще женщина он кормит. Да, там вот, я думаю, может по акции что-то прикупить. И такие вот свеженькие цветочки, хочется какие-то фикусы, пепперомии, вот не знаю, что-то из этого. Я уже скупилась и иду на кассу, очень красиво тут, прям такая красота, предновогоднее настроение подымает, елочка, красиво. Все, иду довольная, взяла себе пепперомию, причем забрала последнюю, обошла весь эпицентр, вот этот вот горшочек, именно той, которую я хотела, которую я записала в себе в список хотелок на весну. Ну, вот мне сегодня и повезло. И горшочков, горшочков по акции, горшочки всегда нужны. Такое дело, тем более с поливом многие, у меня таких не было еще. В общем, иду на остановку, еду домой. Так, ну вот я и пришла домой, все мои покупочки на столе с эпицентра. Я сегодня скупилась на 431 гривну, и из них много сэкономила. Сэкономила именно на горшочках. Кепперомию я купила за 145 гривен, пусть 146. Дальше, Моксвагну 5 гривен экономия у меня получилась. Здесь кокосовые чипсы 4, горшочки 10 гривен экономия, горшочки 2, 2 штуки 17, 2 штуки тоже 17, вот 10 гривен экономия. Здесь 10 гривен экономия, 48, 3 вазона красных кактусника, 3 кактусника, 14, 40 экономия. Еще кактусник 24, 0, 3 экономия. Стаканы пластиковые взяла, они не по акции были, вазоны еще, еще 3 вазона, 14, 10 экономия. И я выбрала небольшие, мне большие не надо, там есть еще и большие. Мне понравились вот эти вот кактусники, я взяла красного цвета, белого там нету, там еще оранжевые, по-моему, были. Мне так, я решила, что под кактусы лучше взять, вот, под зеленый цвет растения, лучше красный. Я не только под кактусы, сейчас покажу идею, для чего я их беру. Вот такие два горшка беленькие, это тоже кактусник называется. Дальше, мне понравились вот эти горшочки двойные. Вот здесь вот такого цвета взяла, 3 и вот такого цвета взяла, 3. Сейчас покажу, какие они внутри. Вот так вот выглядят. Таких горшочков у меня еще не было, но я знаю, что они очень удобные. Объясню тоже, почему удобно. И вот такие вот, 4 горшочка, такие, такого цвета, полив именно вот сюда. Вот. Дальше, кокосовые чипсы, я их буду добавлять в грунт для моих сингонимов и филодендронов. И также по акции мох с фагном тоже, сухой я нарезаю, добавляю для разрыхления грунта. Таких взяла 2 наборчика пластиковые стаканчики, сейчас покажу, для чего я их использую. Ну и, конечно же, виновница, самая моя главная красота. Включила свет, так быстро темнеет. Вот такая вот пепперомия. Она мне похожа на арбузную, просто такой вот у нее листик чисто зеленый, без всякого рисунка. Но я давно такую хотела и забрала, очень даже удивилась. Прошла по всему эпицентру, по всем цветочкам, и именно вот этот один горшочек. Вот, вроде он специально, вот специально меня ждал. Пепперомия микс написана. Ольга, если вы смотрите, помните, мы с вами договаривались про вот эту вот красавицу. Я хотела у вас заказать или поменяться весной. Я думаю, по-моему, это она. Если что, напишите мне, пожалуйста. И теперь мы будем вместе с вами пробовать ее укоренять. Мы переписывались насчет укоренения листочком. И я хочу вот этот лист, самый большой, отрезать. Он здесь очень огромный, конечно, красивый, но он здесь уже лишний как бы мешает. Так, вот. Теперь аккуратненько получился такой вот кустик. Его надо, конечно, обработать, поставить фитовермом, побрызгать. А этот листик, вот, конечно, такие вот на нем механические повреждения, но ничего. Я думаю, я его попробую укоренить, посадить. Стаканчик вот такой у меня с вермикулитом приготовила, уже намочила. И вот сюда я его посажу и поставлю в тепличку. А тепличка у меня это, все, главное, чтобы он держался в этом стаканчике. Тепличка у меня это аквариумы сейчас, которые у меня раньше были с улитками. Теперь я очень удобно их приспособила для размножения моих растений. Ну, вот эти горшочки очень интересные для моих пепперомий. Я их хочу сюда высадить. Вот, эти, я думаю, удобно для сингониумов. А еще, например, если сюда посадить любимые вот такие наши Рео-Традисканцы. Смотрите, как будет красиво, вот, выглядеть в этом горшочке. Кактусники. Решила все-таки приспособить пепперомии. Вот, смотрите, что у меня получится. Я взяла три кустика. Вот так вот их сейчас вот сюда поставлю. Вот, примерю. Как будто я их посадила. И смотрите, как замечательно получается. Вот в этот, вот в этот вазон я и перевалю аккуратно. Вот эти пепперомии, и они вот замечательно тут будут расти. Также можно сюда, например, поместить. Вот так две. Вот как замечательно получается. Сейчас они высоко, потому что тут у меня аж стаканчик. Вот, в таких стаканчиках они у меня растут. Вот, а если вот посадить аккуратненько, красиво, без стаканчика, вот, по вот эту часть будет очень неплохо смотреться. Наши пепперомии. Ну, и зачем мне нужны вот такие вот стаканчики. У меня все растения находятся в горшках, в стаканчиках, и у них обязательно сейчас вот такая вот, еще один стаканчик. Смотрите, они просто вот так вот из стаканчика спускают корешки и пьют здесь водичку. Но не всегда вот такие вот стаканчики, для них можно найти вот второй стакан. Поэтому я есть вот такие вот горшочки побольше, и вот для них у меня вот и предназначены вот такие вот стаканчики. Очень удобно. Ну, вот и все. Все сегодняшние мои цветочные радости, покупочки, очень довольна, и буду теперь рассаживать свои растения в новые такие домики. Всем пока и до новых встреч на моем канале.